Значит, новость, а точнее событие, о котором мы не могли не сказать, это официальный старт президентской предвыборной кампании в Украине. Множество кандидатов уже официально заявили о том, что они будут участвовать, а есть те кандидаты, которые ведут себя настолько уверенно, что они практически уже выиграли. Я бы назвал их самопровозглашённые президенты. Ну, такое, Саш, бывает, потому что, ты знаешь, вот я как психолог утверждаю, что есть кто-то себя чувствует президентом, кто-то Наполеоном, кто-то птицей, парящей на юг. Ну, в общем, разные диагнозы, Саш. Ну, это по твоей части, Наташ. Я всё-таки верю, что это такая предвыборная кампания у них, и всё же они в адеквате просто. Вот во что я хочу верить. Так, а кто эти люди? Кто там самопровозглашённые? Читай. К примеру, Игорь Шевченко. Человек первым подал свою кандидатуру и тут же заявил, что ищет первую леди. Посмотрите, как выглядят бигборды этого человека. Вот. Хочешь статы дружины и прозадать? Посмотрите, это же настоящая президентская фотография. Вот она. Красавец-мужчина, да? По закону Украины в каждом официальном госучреждении должен быть портрет президента. Представляешь себе, суд идёт, там, приговор выносит, вы приговариваетесь к пожизненному заключению, и сверху на него смотрит президент. С розочкой. Ну, вы знаете, вот вы смеётесь над человеком, да? А сколько боли в этом лозунге «Ищу первую леди». Вы представляете, жажда секса, что творить вообще? Слушайте, это самый дорогой способ, кстати, найти первую леди. Два с половиной миллиона человек заплатил, это первый взнос. Просто вот реально шифруй, два с половиной миллиона гривен, да? Да, это залог, который нужно заплатить за участие. Два с половиной миллиона гривен. Ну, сколько это долларов? Ну, это уже не важно. Два с половиной миллиона гривен. Он что, на свидание с Могилевской избирает? А ты хочешь сказать, что свидание с Могилевской стоит два с половиной миллиона? Наташа, свидание с Могилевской бесценно. Сказал сейчас, как Влад Яма, да, в своё время? Я начинающий Влад Яма, баш? Слушайте, я предлагаю перейти к следующему самопровозглашённому президенту. У нас есть ещё один. Владимир Зеленский. Значит, в новогоднюю ночь случился скандал. Канал 1плюс1 вместо поздравления президента поставил поздравление Владимира Зеленского, который выступил с речью, в которой заявил, что собирается идти в президенты. То есть, если вот канал 1плюс1 настолько поддерживает Владимира Зеленского, что готов новогодний эфир прервать и вставить его заявление, так это что теперь? Они всю дорогу будут вот так вот прерывать какие-то передачи? Будет идти какой-то фильм? Да. Прерывается. И? И Зеленский говорит, я ищу команду. Мой номер такой-то такой. Всё. Потом идёт проект «Танцы со звёздами». Прерывается эфир, Зеленский выходит и говорит, я люблю макароны по-флотски. Да. Важное заявление. Ребята, а вы просто зараз уявить, як обидно было Алексеевичу. Ну, Петру Алексеевичу, Порошенко. Так. Представляете, Виндзи брав всю семью, всю. Кажет, вот, щас, щас я буду. Ага. Так. А тут бац и Зеленский. Опа. Обидно? Меня знаете, что смущает вот больше всего во всей этой истории? То, что Зеленский, он какой-то вот, он очень такой позитивный персонаж. К нему же вообще не придраться. Ну, вот посудите сами. Он примерный семьянин. Так. Он не пьёт. Да. Не курит. Минус. Занимается спортом. Так. Обычно про таких людей в криминальных хрониках соседки говорят, боже, такой хороший мальчик, я даже не ожидала, что он может такое сделать. Николи б не подумала, правда. Ну, реально. А меня, меня это тоже пугает. Ты знаешь, я вот думаю, не сидел, официально ничего не украл. Ну, да. Ну, он вообще как собирается страной управлять? Шансов ноль. Ну, вообще, опыта никакого же нет у человека. Ну, да. Слушайте, главное, чтобы Зеленский помнил, что задача... Прошу прощения, просто, как-то внезапно пошло. Сейчас просто где-то... Где? Просто я как-то закашился и... Реально. Вот главное, если можно, я прощусь к Владимиру. Саша, я извиняюсь, просто это ты не закашился. Просто где-то сейчас на квартале кукла Вуду твоя... Да, да, да. И дух прорезался, понимаете? Главное, чтобы Владимир Зеленский помнил, что задача президента делать жизнь людей лучше, а не смешнее. Да. Да. И тогда все будет хорошо. Напоследок, у нас даже не самопровозглашенный президент, а самопровозглашенный кандидат. Моя любимая рубрика. Ею стала Надежда Савченко. Ой. Которая прямо из СИЗО заявила, что собирается стать президентом. Где она возьмет 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться как кандидат в президенты? Наташа, а тюремный общак никто не отменяет. Поэтому... В принципе, там и команду можно найти. Там люди проверенные, что я ничего не... Просто Савченко единственное может внести 2,5 миллиона гривен чаем. С сухарями, да? Могу сказать лишь одно. Предвыборная гонка только началась. Чувствую, дальше будет еще веселее. Да. Будем следить. Будем следить, ребята, и главное, без паники. АПЛОДИСМЕНТЫ